Возобновить народное ПО поручил на заседание Высшего Совета по реформам президент. По словам Касымжумарта Тукаева, доступ к национальным богатствам должен быть у каждого казахстанца. Программа запланирована в рамках плана приватизации на ближайшие пять лет. Какие еще документы обсуждали на заседании, расскажет моя коллега Мирверт Жекьянова. Мирверт, добрый вечер, ты в эфире. Приветствую, Ольвера. Что касается новых подходов в госуправлении, то во главу угла теперь выступает человек и его благополучие, а не административный контроль, подчеркнул президент. Неотъемлемой частью нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей. Закрепление за каждым государственным органом и крупной организацией показателей, которые они должны достичь в каждый конкретный год. За каждым руководителем будет закреплен перечень конкретных показателей. Их значение не должно быть оторвано от реалий. Но в то же время нельзя ставить легко достижимые, не мотивирующие индикаторы. Комментируя проект плана приватизации на ближайшие пять лет, президент подчеркнул, что важно четко следовать документу. Никаких отсрочек быть не должно. Список объектов расширен до 736. В конкурентную среду должны передать активы на 5 триллионов тенге. Это позволит сократить присутствие государства в экономике до 14%. При этом важно, чтобы механизм в данном вопросе был отлажен, в том числе и инструменты IPO для казахстанцев. Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам, гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны все же имел возможность получить часть национального богатства. Напомню, указом президента Высший совет по реформам был создан в сентябре прошлого года. В его состав входят чиновники высшего ранга, а также глава президиума МПП Атамикен Тимур Кулебаев и экс-президент Европейского банка реконструкции и развития Сумач Акробарти, который курирует разработку эффективной макроэкономической политики. Он, кстати, несмотря на пандемию, присутствовал на заседании и поддержал все законопроекты, в том числе и национальную перепись населения. Процедуру, как ожидается, проведут в октябре этого года. Опросники должны быть содержательными и в то же время граждан перегружать нельзя, подчеркнул Касанжумар Тухаев. Реальная численность, возрастной состав, степень урбанизации и уровень доходов, эти и другие данные позволят принимать качественные управленческие решения, подчеркнули в аккорде. Эльвира не терпится почитать проекты документов полностью. Благодарю, Мируэрт. Продолжение следует... Продолжение следует...